Близится к завершению реконструкция внутренних помещений спортзала Дворца культуры. Совсем скоро этот объект сможет возобновить работу и принять спортсменов, для которых будут созданы намного более современные условия, чем прежде. Ранее в рамках проекта по повышению энергоэффективности во всем здании Дворца культуры, в том числе и спортзале, были утеплены наружные стены, цоколи, крыши, заменены двери и окна, а также реконструированы инженерные коммуникации. Однако в тот проект не была включена внутренняя отделка спортзала и прилегающих помещений, которые не соответствовали современным требованиям функциональности, безопасности и эстетичности. Для создания подходящих условий для тренировок и соревнований самоуправление объявило конкурс на проведение работ по обновлению внутренних помещений. Они начались в августе и на данный момент практически завершены. Основные работы уже закончены, сейчас остаются небольшие доделки насчет радиаторов, и установка всего оборудования, которое сейчас в закупе находится. Это и мебель новая, это трениражеры спортивные для спортсменов, которые будут находиться тут же рядом в подвальных помещениях, ну и оборудование для раздевалок, для сауны и установка, конечно, электронного большого табло. Изначально планировалось только обновить помещение, но для развития объекта было решено частично направить средства, которые были предусмотрены в бюджете этого года, на организацию соревнований, но не были использованы из-за пандемии. Благодаря этому будет обновлено оборудование тренажерного зала, а также выполнены другие улучшения, чтобы спортсмены и жители города получили спортивный объект, отвечающий всем современным требованиям. Главное, конечно, кто тут будет использовать этот зал, это наши баскетболисты, ученики, учащиеся в спортивной школе, ну и мы рассматриваем варианты, может, другие спортивные виды тоже могут этот зал использовать, например, как большой теннис. Ну и плюс тренажерный зал будет современный, который можно будет шире использовать, может, и для горожан. Ну, я думаю, что зал довольно симпатично выглядит, он обновлен, и полы, и косметика, и освещение, но многие другие вещи, которые были в очень плохом состоянии, сейчас они новые, и мы надеемся, что для спортсменов такой объект будет очень удачный и нужный в городе Даугавпилск, потому что когда ограничения будут сняты, ну, наши спортсмены смогут удачно, ну, успешно заниматься в этом спортивном объекте. Сюжет подготовил отдел общественных отношений маркетинга Даугавпилской городской думы.